Всем привет дорогие друзья, с вами Геймплейн и сегодня мы посмотрим на долгожданную и вышедшую уже неделю назад на iOS игру Фронтлайн Команда 2. Это тир от компании Глумобайл и давайте посмотрим на вторую часть и где же, что же здесь нам предстоит делать. Во-первых, посмотрим, наверное, сразу же на режим компании, не будем медлить, а посмотрим на сам геймплей. Здесь присутствует несколько эпизодов, давайте посмотрим сколько, если я не ошибаюсь, 8. Да, я не ошибаюсь, их 8 и вам необходимо их будет все завершить. Если первые 2 эпизода уже скачаны, то следующие эпизоды необходимо бесплатно докачать внутри игры, но думаю проблемы это не составит. Ну что ж, запустим одну из миссий и посмотрим на нее. Здесь вы можете выбирать оружие, улучшать его и также еще нанимать и улучшать участников своей команды, с которыми вы вместе будете сражаться силами терроризма. Пропустим вступительный ролик, здесь все на русском, потому что, наверное, процентов 80 всех разработчиков являются россиянами, ну или хотя бы гражданами СНГ. Это можно судить по их именам и фамилиям. Итак, управление здесь классическое, с левой части экрана мы наводим цель, на правой части экрана имеется кнопка для огня и для того, чтобы спрятаться за укрытием. Есть кнопка, которая позволяет нам перебегать от одного к укрытию и другому, к другому, аж не могу, зашкаливает у меня просто восхищение от графики в этой игре, что действительно, да, графика в игре просто потрясающая. Графика радует глаз. Но то, что это тир, конечно же, эту графику эту, можно сказать, не оправдывает, потому что здесь нет никакой свободы действий, в принципе, но есть свои особенности. Например, у нас есть гранатчик, но, к сожалению, сейчас у меня гранат нет, давайте попробуем купить, может быть, все-таки у меня денежек хватит, да, у меня хватило. И теперь попробуем применить гранату. Выбираем противника, нажимаем на гранату, и сейчас гранатчик осуществит бросок гранаты и тем самым подорвет всех, кто находился в этой области. Также у меня в команде есть лекарь, который в любой момент может подправить мне здоровье. То есть, если меня сильно ранили, я могу его призвать, и он меня подлечит, и тем самым игра моя не закончится, а я выздоровлю и смогу воевать дальше. Что еще самого интересного появилось в этой игре? В этой игре появился режим игры PvP, то есть мы можем сразиться с совершенно реальным соперником и провести с ним бой. Так, нажимаем PvP, нажимаем начать бой, и что мы видим? Мы видим, что мы нашли какого-то игрока Давида, и попробуем сейчас сразиться с ним и с его командой. Ну что ж, приступим и посмотрим, насколько же он силен. Так, вот его команда, у него также присутствует в соответствии с моей командой гранатчик, лекарь и просто вот обычный воин, за которого он играет. Мы можем вот так вот его отстреливать, также мы можем переключиться на другой вид оружия. Кстати, снайперская винтовка достаточно крутая штука, можно с одного выстрела сразу вынести одного из противников. Также есть снайпер еще и у, соответственно, у моего врага. Давайте попробуем в снайперу закинуть гранатку и прибить его. Выглядит это очень круто, и, на мой взгляд, наверное, этот тир заслуживает сейчас наибольшего внимания, потому что, на мой взгляд, тир получился достаточно удачным, интересным, динамичным и ярким. Но, так как это Gloomobile, соответственно, игра бесплатная, то в игре будет присутствовать большое количество доната, которое не даст вам в полной мере насладиться игрой. Но если вы не боитесь доната, любите тиры, то, пожалуйста, качаем игру, играем. Ну а если вы просто хотите ознакомиться, то с вас совершенно никто никаких денег не требует, и вы можете бесплатно скачать игру и заценить ее сами.